Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, приветствую всех моих зрителей на очередном, уже четвертом турнире видеоблогеров. Становится традиционным, вот конкретно июльский турнир собрал необычайно сильный состав. Сейчас я вкратце его озвучу. Первый номер, собственно, я, однако это далеко не означает, что я главный фаворит по причинам, которые будут озвучены позже. Однако, также предварительно заявился международный мастер Ян Джумагалиев, который, вероятно, выиграл бы этот турнир, в случае его участия в нем. Ну вот, осталось одна минута до начала, пока его нет, может быть, еще подтянется. Также играет мастер из Украины Алексей Равинский. Ну, в частности, со мной этот шахматист имеет очень хороший счет в очных блиц-встречах. И третий номер стартового листа Евгений Новиков, также известный псевдонимом Шахмат-канал. Пожалуй, его класс уровень немного пониже, чем у меня и Алексея, но большой опыт в записи параллельной игре в блиц, я думаю, делает именно его главным фаворитом в текущем составе. Четвертый номер стартового листа, насколько я помню, Николай Орехов. Вот таким вот ником английский еж, очевидно, какой-нибудь третий я с ним играть не буду, дабы не допустить этого самого английского ежа. Также Дмитрий Гриценко, Федор Малькевич, Алекс Аламаха, Виталий Ермоленко, Сергей Аксюзов. И это, если я не ошибаюсь, Евгений Антонцев, но могу ошибаться. Не очень меня радует тот момент, что не все ники официальные, не все ники включают имя и фамилию, но ничего не попишешь. Десять человек, довольно щадящий контроль 3 плюс 1. Я надеюсь, что он хотя бы отчасти нивелирует тот факт, что всем участникам приходится записывать свои комментарии по ходу партий. Меня этот момент не очень радует, но, собственно, это все лежит на совести и зависит от желания устроителя. Я в первом же туре играю со вторым номером турнира по рейтингу против Алексея Яровинского. Играю черными. Не самая удачная жеребьевка. Черными я против него набираю обычно довольно мало очков. Ну что ж, поехали. Е4, С5, Тицелянко, вариант Паульсона, без кодиана С6. А, ну, С3. Раньше Алексей играл С4 чаще. Ну что ж, посмотрим, что он приготовил здесь. Нажидая Д4, я, наверное, не буду играть свой вариант с Б6. Сыграю основную теорию после Д6. А3, да, это распространенный вариант, слон Е7. Тут популярная идея слон Д7 и слон С6, но я попробую в данной партии сыграть по-другому. Через Б6 и слон Б7. Резь Е2, ну, у белых типичный план, они хотят развивать инициативу на королевском фланге, у них, в общем-то, на это неплохие шансы. При такой структуре Ферзей-4, я думаю, сыграть стоит. Сможно, уже что-то я напутал. Не очень мне нравится моя позиция, но побоемся. Ферзей-4 сыграно, даже А6. Сам играю, вариант Лапина за белых, с довольно неплохими результатами. Несмотря на то, что теория не считает ход С3 серьезного испытания для черных, на практике все часто происходит совсем иначе. Слава А6. Приходится тратить темп на ход Ладея-8, но очевидно, что Алексей, так же, как и я, представляющего, в некоторой степени, новичок в онлайн-комментировании, тратит довольно много времени. Может быть, это мой шанс на то, чтобы не проиграть сразу. Кунт Д7. Надо развиваться хоть как-то. Конечно, у белых чувствительный пространственный переезд на королевском фланге, но вот их фигуры распутать не так легко. Возможно, я уже выгрожаю ходом ДС в дальнейшем кунте 5. Наверное, белым стоит убрать ферзя с Е4, вечно стоять под этим рентгеном не очень приятно. Да, ожидаю хода ферзи 4 и не вижу, если честно, за себя особо комфортного продолжения там. Но, тем не менее, сыграно ЕД. Вот это меня немножко удивляет и, возможно, даже приятно. Бью на Д6, не вижу пока, как мне ставят мат. Мне мат не ставят, а структура еще для черных достаточно приятная. На конце 4 сыграна, это ожидалось. Тут у меня некоторый выбор есть. Можно войти слон С7, можно войти слон Е7. Можно вообще сыграть слонов 8, наверное. Так уж легко определиться, кстати, как именно играть. Попробую, уж не знаю. Попробую слон С7, что ли. Как-то повеселее. Может быть, у черных еще какая-то игра на королевском фланге получится. При должном везении. Следующий ход, очевидно, черный собирается делать конь Д7 на Ф6. Не знаю, что слон на Б7 обеспечивает возможность скрытого удара. Непонятно, куда отскакивать конем. Слон на Б7 не защищен. Да, слон Ж5. Кстати, слон Ж5 немножко неприятный для меня ход. Может быть, стоило все-таки играть слон Е7. Потому что теперь на коне Ф6 будет сильно ответить за Ф4. Не очень мне это нравится. Потому что сказал, наверное, совсем не нравится. Да, похоже, достаточно чувствительный наш королевский ход слон С7. Вот мне он первым прикидком тоже не слишком внушал доверие. И оказалось, что вполне оправданно. Придется играть Ф6, наверное. Ослаблять довольно большое количество полей. Но ничего не поделаешь. Слон Ж4. Да, не давай сыграть Ф5 следующим ходом. Разумно. Может, я все равно могу сыграть Ф5. Прое дело, что даже после простого ферзь Е7 мне очень понятно, что мне делать дальше. Наверное, сыграю Ферзь Е7. С простой идеей как-то ферзя поближе к защите поставить. Чтобы просто не получить в вариантах никакого мата. На Ферзь Е7. Возможно, уже хочу Ф5 сыграть. Белых немножко не хватает координации. В этом случае владица 1. Могу я сыграть Ф5 или нет? Вот в чем вопрос. Не очевидно, на самом деле. Ладно, не буду пока спешить. Просто сыграю ладец Р8. Посмотрим, что белые собираются делать с этой угрозой. Белые, наверное, собираются играть с Лунжи 3. Да, сложная позиция. Все фигуры на доске. Не очень нам не нравятся по этой причине. Я бы, конечно, с большой радостью поменял бы Ферзей в какой-то момент. Пешка на Ф6 стоит не там, где надо. С другой стороны у белых изоляторов. Прямой никакой матовой атаки нет. С Лунжи 3-х вот исполнен, к сожалению, для меня. Что делать? Не очень хочется менять чернопола в такой позиции. Ладно, сыграю Ф5. Очень довольно резкий ход. Но, может быть, уже настала пора для решительных действий. Да, Ферзь Е2, конь Ф4. Такая была идея. Черные поля прославлены. Но пока у черных есть чернопольный слон. Может быть, это не так страшно. Ладец Е2. Конечно, конь на Е5 приходит. С этим надо считаться. Ладно, сыграю конь Ф6. Времени становится постепенно поменьше. Контроль, как я говорил, не самый жесткий. Но сильной целью попадать все равно не надо. Ферзь Е7. Белых есть определенный пространственный перевес. С другой стороны, опять же, сильно страшного для себя в этой позиции ничего не вижу пока. Слон Ф4 расположен неплохо. Если бы погнать путем Ж3, то вскроется диагональ для слона Б7. Не знаю, борьба, борьба на самом деле. Очень много аж участников смотрит. Смотрит новую партию. Видимо, все сыграли уже. Ладно, убеду слона. С Ф4. Хотя, может быть, не стоило это делать так быстро. Дядя С1. Ладно, выбил ладью. Сыграй ФxD6 как-то. Надо уже ускоряться. Видимо, Алексей в некоторой степени прекратил активный комментарий этой партии. Ладья Е7. Конь на С6 зайдет. Не знаю, сколько это страшно. А Ферзь С4. Ферзь С4 довольно неприятный ход. Что-то приходится делать. Наверное, выбью сыграй Конь Д5. Не слишком это стратегически хорошо для меня. Тут уже, я думаю, скоро пойдет игра не в стратегию, а в то, кому первый зевнет. Ф4. Пытаюсь подкрутить на Е4. Конь Д3 как-то. Так я могу взять. Ферзь Е3. Конь Ж2 не проходит, вроде бы. То, что Конь Ж2 не проходит, это обидно. Или все-таки проходит. Попробую взять. Не берет. Куда-то заходит. Ничего не вижу. Ферзь Д5 пойду. Времени нет. Комментировать тяжело. Не соглашаюсь на ничью. Играю на победу эту позицию. Не знаю, как ходить. Времени совсем нет. Куда-то веду Коня. Пытаюсь поменять Ладьи. Остаться с лишней пешкой. Прошу прощения, с этого момента комментировать эту партию уже не буду, конечно. Веду Короля. Д5. Король Ж5. Король Ф6. Не совсем понятно, как тут добиваться прогресса. Конь Ф5. Отдаю на А6. На А7, прошу прощения. Передник Неверот. Просто надвигаю пешки, пока Король пошел вперед. Надо уже создавать какую-то проходную там. Ж5. Ксей пытается создать контр-игру. Ж5. Довольно большие шансы на победу тут уже. Король Ж4. Хочу поменять Коней. Не дает. Ладно, повторю ходы разок. Какой-то как-то коряво, конечно, играю. Ж4 я провел. Король пошел вперед. Ж3. АЖ. Так, ладно. Что-то я назевал. Король Е5. Пошел Королем. Е3. Пытаясь добиться какого-то прогресса в этой позиции. Не получается. Видимо, будет ничья в этой партии. Да, ну ничья. Прошлая партия. Конечно, под конец мы оба запаниковали. Но неплохое начало для турнира. Я ожидал значительно худшего, прямо скажем. Хотя, конечно, в коневом матч-поле было выиграно, откровенно говоря. Но поскольку идет параллельный комментарий, не справился с управлением. То есть на с кем... Вот внизу вы видите таблицу турнира. Вот сейчас появится жеребьевка второго тура. Турнир в один круг, так что не исключена даже вероятность, что если мы с Алексеем выиграем все-таки все оставшиеся партии, то будет абсолютный дележ. Сколько я помню, у Евгения Новикова в положении, наверное, что-то ничего не прописано. Но, конечно, очень рано об этом говорить. Есть и другие сильные соперники в этом турнире. В частности, Олег Саламаха. Так давно в одном из внутриклубных турниров Феникса он играл очень сильно. Ну, попробую чего-то добиться. Я знаю, что Олег тоже будет достаточно усиленно комментировать партии. В отличие, как мне кажется, от Алексея в конце предыдущей. Так что шансы есть. Дебют-рэйти, разумеется, видимо, будет староиндийка. Переход староиндийку. По крайней мере, я его ожидаю. Его ожидаю. А, нет. Такой вот Грунфельд. После Д5. Может быть, стоит сказать, Б3 перейти в позицию более типичную для дебюта рэйти. Да. Может быть, так и надо было сделать. Ладно, сыграю Конь-Д2. Есть такой ход. Конечно, перевеса белом не дает, но, по крайней мере, тут фигура сразу не меняется. Хотя, может быть... Мне кажется, что такое ощущение, что играл с Олегом Конь-Д2. Да, и с довольно плачевными для себя результатами. Да, Слон-Ф5. Б3. Конь-Е4. Ожидаю хода еле А5. У Черных тут две основные идеи. Либо РСК-В. Да. Конь-А6. Ход тоже возможный. Мне у него очень нравится по ощущениям. Не факт, что именно положение от Конь-Ан-Ц7. Это лучшее для него в этой позиции. Ну, тоже у Черных очень все крепко стоит. Явно никакого явного прогресса добиться не могу. Конь-Е4. Можно в Конь-Аш-4 сыграть. Я думаю, типичный прием для подобных позиций. Ожидаю хода Конь-Д2, конечно. Уже иначе в Черных немножко неудобно эту позицию играть. И теперь просто Лан-Е6, скорее всего. Белых небольшой пространственный перевес. Дает он что-то или нет, это другой вопрос. Наверное, ничего не дает, если честно. Центр белых под определенным напряжением. С другой стороны, Ладий на С1, на Д1 будет расположен довольно хорошо. 7, 1. Кстати, немного оторвался от Олега по времени. Видимо, небольшая тренировка вчерашняя дает о себе знать. Я был практически уверен, что в каждой партии у меня будет сильный цвет нот. Но вот с тем же, с тем же Х7 вроде бы получилось довольно неплохо. Не знаю, не исключено, что есть смысл побить на Д5. В случае взятия АЦД у белых немного лучше расположены фигуры. Если слон Д5, ну, преобладание в центре на какой-то, по крайней мере, короткий момент, может быть, что-то удастся извлечь. На слон Д5, может быть, Конь Е5 есть ход у белых. Потому что после слона Д5 ДЕ, С2 нет хода, из-за того, что у белых много тяжелых фигур по линии Д. А в этом случае после Конь Е5 там будет уже создана угроза Е4. Все-таки сыгрался на Д5, а не? Ну, попробую Конь Е5, раз уж сказал. Думаю, что будет разменен этот слон. Иначе я Е4 проведу, наверное, буду стоять с перевесом. Да, у черных маловато времени. Либо Олег настолько тут вникает в тонкости позиции, либо я поставил объективно какие-то проблемы перед черными. Против 5. Интересно. Я почему-то думал, что этот ход невозможен ввиду Е4, но именно что я думал, это здесь очень правильный оборот. Е4, все-таки, видимо, похоже, что играть нельзя. Е4, слон Е4, куда-нибудь 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 в район поля С8. И... после Е4, слон Е6 у меня немного неудобно стоят фигуры. Ладно, попробую Ф3. Вроде бы никакого вскрытого удара там не прилетает мне. Хочу сыграть Е4 следующим ходом. Конечно, забирая своего слона. Вот, надеясь на небольшой себе перевес в развитии, перевес по времени. Олег довольно неплохо играет эту партию, прямо скажем. Единственный... Ну, не единственный, а один из главных моих шансов то, что... Серьезно обогнал по времени. Как З5, да, этот ход я видел. Видимо, намекает на возможность слона А6 в определенной позиции. Насколько это опасно, не совсем ясно пока. Видимо, стоит сыграть как-то... Не знаю, стоит ли сыграть Ферзь за 5. Может быть и стоит. Пробую Ферзь за 5. По времени, кстати, подровнялись уже. Олег, видимо, решил ускориться в этой партии. Ну, не в этой партии, а ближе к концу этой партии. Бойной ударчик такой небольшой. Конь А6 хоть есть, но там Е4. Выглядит карава. А не думаю, что Конь А6 будет сыграна. Я все-таки сыграл Лея Конь А6. Странно. А если Е4, тут на слон Е6 я не до конца уверен. Может быть, есть тактика, как он бьет С6. На БЦ просто Ферзь А6. Почему она приведет, непонятно. Ну ладно, побил на С6. Олег очень мало времени. Пусть разбирается с этими нюансами. Просто решил отдать пешку, поменять Ферзей. Многие из тех людей, кто меня смотрит, знают, что я очень люблю менять Ферзей. И думаю, что в этой партии отличные шансы на победу. Хотя вот в предыдущей рейнджпи с лишней пешкой реализовать не удалось. Так что все возможно. Ладно, уберу, наверное, слона с Б2, потому что он попадает по цехе рентгены. Хочу провести уже Д5. Я когда-то дает на Е7 или жертвует, не знаю. Пробую Д5. Слон Ф7, Е5. Или конь Е7, возможен ход. Это должно, конечно, выигрываться. Уже ладно, сыграю Е5, времени мало. Пусть Олег разбирается с этими всеми нюансами. Возьму, Е6 сыграю. Лишняя фигура должна сказаться. Но Олег просрочил время. Наверное, позиция белых выиграна. Спасибо Олегу за партию. Достаточно интересное. Он играл довольно неплохо. Алексей обыграл Евгения Новикова. Я думаю, прошел самого сильного своего соперника. И также Гриценко Дмитрий выиграл свою партию. Втроем пока делим первое место. Но Федор уже набрал одно очко. И сейчас играет Сергеем Аксюзовым. В случае победы выйдет на чистое первое. Правда, победа тут не состоялась. Единственное, они согласились на ничью. Хотя я на месте Сергея, конечно, проиграл бы тут на победу. Лишняя фигура. Так что сейчас у нас даже не трое власти, а четверо власти, если есть такое слово в турнире. Посмотрим, что произойдет дальше. На данный момент Алексей, конечно, является с небольшим отрывом фаворитом в этом турнире. Потому что уже прошел Евгения. Я выиграю вот с одним из соперников. С одним из людей, которые сейчас делят первое место в турнире. С Федором Малькевичем. Выграю черными, ожидая английское начало. Очень тяжело у меня обычно складываются черные партии против Федора. Нигде я серьезно опередств не получаю. Попробую, что ли, какую-то страницу сыграть в этой партии. Вариант фенки я даже дал, все разумеется. Хотя ладно, наверное... Даже не знаю, как лучше играть против Федора. Откоренно скажу, что я к этому турниру не готовился. А, ну страники не будет. Это вот медленная схема. Попробую С6. Если сейчас дадут провести Д5 у черных, нет особых проблем. Может быть Е4 был ход. Но Е4 вот не в стиле Федора совсем. Надо с НG4. Получается. Прямо размышлять о всех дебютных тонкостях. Выбью, сыграю Е6. И получу вот эту позицию типичную для славянки. У белых небольшой перевес. Тем не менее, много фигурной доски. Много планов. И там надо что-то делать. Федор, на самом деле, всегда пытается проводить этот план с Б4. Ну, я не уверен, что он не пропускает туда ДС, ДС, конь Е5. Видимо, либо пешка дается, либо чуть-чуть порча структуры. Нельзя сказать, что это порча структуры. Прямо кардинально отменяет оценку в мою пользу. Но, тем не менее, хоть что-то. Надо брать слона, конечно. Тут вот. Попробую ферзь Д3, что ли. Ферзь Д3, ферзь Е2, ладья Д8. Взяли, взяли, ладья Д8. Слон ушел. Может быть, очень много фигур изменено. Объективно, ферзь Д3 хороший ход, но... Все-таки... Прошу понять своих зрителей, что в этой партии мне, наверное, нужна победа. Потому что иначе бороться за высокие места в этом турнире не получится. Да, любопытно. Кстати, Федор играет очень быстро. Видимо, комментарии ему не мешают совсем. Это не может не огорчать. Ладно, сыграю ферзь Д3. Не знаю, как буду выигрывать, если честно. Как-то буду пытаться. Нужна либо хода слона Е1, либо хода ферзь Е2. Не означает, что они прямо сильнейшие, но... Почему-то мне кажется, что они в стиле Федора. Да, ферзь Е2 сыграна, но ладья Д8. Слушаю, меня-то только на своих условиях. Правда, у белых есть ход ладья Д1, который я недооценил, конечно. Да, признаться, у черных нет никакого перевеса тут. Даже не знаю, как и обманывать. Можно попробовать сыграть ферзь Ф5. Потом на Ж4, просто ферзь С5. А если король Ж2, то что-то вот придумать в той позиции. Ну, это выглядит сомнительно. Или попытаться в эндшпиле придумать какие-то шансы. В эндшпиле после ферзь Е2, кунь Е2, ладья Д3, слон Е3. Не очень понятно, что делать дальше, конечно. Ну что ж. Ладно, ферзь Ф5, времени нет. Как-то подкручивать. Не очень мне нравится эта подкрутка, шоу что-то говорить. Но... Иначе не получается создать никаких проблем. Король Ж2, да. Федор играет очень солидно. Да. Попробую провести коня куда-то. В общем, все это выглядит коряло в черных. Но объективно сильнейшим был вариант с тотальными разменами и вероятной ничьей, которая совсем меня устраивает. Кунь Е4, да. Федор играет очень грамотно по пунктам, солидно, как и всегда. И не получается ему создать проблем в этой партии пока никаких. Довольно обидно. Кунь Д6 уже грозит. Да, непонятно что делать. Уже 4 еще в вариантах подграживает. Времени катастрофически мало. Пытаться надо что-то придумать. Не придумывается ничего. Ладно, сдаю пешку. Сдаю позицию. Довольно глупая идея. Времени нет. В общем, довольно странная игра с моей стороны в этой партии. Не думал, что Федор здесь испугается забрать у меня на Б7. Никаких проблем с этим нет. Попробую Ферзь С2. Попытка какой-то контр-игры. Ну все, это крайне не солидно. Надо было, конечно, менять Ферзей, играть тут чуть лучше, ну или, вернее, надо будет сказать, объективно равную позицию, потому что тут большой перевес может быть только у белых. Ну, собственно, я думаю, что не может быть, а именно есть у них. Наверняка после 100-го Коня Б7 все это не может хорошо для меня кончится. Ладья Б8, Ладья С8, не знаю. Как больше шансов создать хоть какие-то проблемы для соперника. Ладно, Ладья Б8 сыграю. Ферзя 2 все-таки. Кажется, Ферзя я не потеряю. Да, Ладья Б3. После Коня С7 белые, вероятно, остаются с лишней пешкой. Может быть, это еще меньше из тех зол, что могли со мной произойти в этой партии. Хотя и тут у белых серьезные шансы на победу. У черных, по сути, абсолютно никакой контр-игры нет. На 4 ход не туда, надо было Конь Е6 играть, конечно, поплотнее. Пробую Ферзь Б7. Конь на А7 очень удачно защищен слоном. Белые могут продолжать гоняться за моими фигурами. Федор, как ни странно, согласен на ничью, а я не согласен. Мне очень нравится, когда соперники пытаются сделать со мной ничью явно на лучших позициях. Это как-то неправильно. В лучших позициях надо играть на победу. Так что пусть лучше Федор обыграет меня в этой партии. И покажет все свое мастерство. Вот постепенно белые консолидируют свои силы. Времени у черных нет. Позиции у черных нет. Ничего у черных нет. Здесь 7, просто прыгаю туда-сюда. Секунды на часах практически невозможно это все держать. Ладно, попробую предложить ничью, конечно. Тоже позиция совершенно безнадежна. Но может быть Федор согласится. Хотя Ладиба 8-6 конечно матует в два хода. Так что на согласие я считываю слабо. Но странно. Странное решение со стороны Федора. Видимо его очень устраивал подобный результат. На самом деле борьба за первое место в этом турнире заканчивается с этой партией. Потому что я думаю, что Алексей уйдет в отрыв. Но ничего не поделаешь. Кстати, тут еще может быть есть борьба на самом деле. Дмитрий Гриценко пытается что-то противопоставить. У него не хватает двух пешек, но фигур много. Времени мало наоборот. Тут все возможно. Вот Федор пишет, что не увидел этого ресурса с Ладиба 6. Дело даже не в этом. Дело в том, что такие позиции по-моему надо всегда играть на победу. Вне зависимости от уровня соперника. Она слишком выиграна. Ну а Федор, то есть прошу прощения, Алексей тем временем постепенно переигрывает соперника. И видимо еще ловит Ферзя. Пытается что-то придумать Дмитрий Гриценко. Но тут выращается Каннебо Эншпель, который, думаю, что выигран у белых за счет лишней пешки и лучшей позиции. Но опять же, борьба есть какая-то. Какая-то борьба есть. Конь на Д5 идет. Король в центр. Может быть шанс. Так давно похожий Каннебо Эншпель я у Алексея не выиграл. Хотя, все-таки в этой партии мне кажется, что класс соперников разнится сильнее. И должен, должен Алексей справиться с такой, с такой позиции. Да, я думаю, надо брать. И с крайними пешками всегда конь борется очень плохо. Так что я думаю, тут все кончено. Не знаю, наверное, чуть рановато еще Алексея поздравлять с победой в этом турнире. Но шансы очень большие. А за второе место сейчас огромный дележ. Очень много человек имеет по 2 очка. Алексей вот имеет 2,5. Пока, к сожалению, у Евгения Тонцева 0 из 3. Но я думаю, что свои очки он все-таки наберет. Уграю с Виталием Ермоленко. Где-то полгода назад мы с ним играли довольно длинный матч. Так что 4 или 6 партий. Так что с этим соперниками относительно знаком. Поехали к коне в 3. На же 3. Дебют рейти. Ну, видим, опять какая-то... Ну, это не совсем страниц, как черно уже выставили пешку на c5, конечно. Да, ну, это популярный вариант с развитием коня на е7. Попробую сыграть тут пожестче d4. Смотрел я перед турниром вариант d3, слон g5, слон потом h6, слон d2, фикс c1, но... Во-первых, это лучше делать до рокировки, потому что там в некоторых вариантах у белых есть накат h4, h5 во вторых. Все-таки надеюсь, что Виталий не совсем знаком с тонкостями вот этой позиции. Что-то может получиться. Какой-нибудь b5. Да, это, насколько я помню, теория. Возьму cd, конь d4 тоже ход есть, потому что там у белых не хуже, но... Тут просто на... На конь d5 возможный ход, есть еще ход ed. На самом деле, видимо, дело вкуса. Возьму каким-то конем, не уверен, что этим конем правильно брать. Человек должен просто взять на d4 и сыграть 2 0, и у них нет особых проблем. У белых тоже нет особых проблем. Так что игровая позиция. Слон идет куда-то на е3. Питаясь уже излечить большого количества лишних темпов тут. Конь b6 сильный ход, чтобы он где-то их встретит в конце 4. Добольно редко его делают, но Виталий, видимо, либо чувствует позицию, либо знает этот вариант. Ну, а теперь эти в конце 4 уже не сильно опасны. Я думаю, что это может просто поменяться, у них не должно быть сильно хуже. Можно сыграть слон d7, конь d6, слон c6, позиция равная. Может быть, белым поэтому бороться с разом, потому что слон c1 так легко не развивается. Ферзи 7 тоже возможное решение. Сыграет слон f4. Пожжёстче как-то пытаюсь. E5, да, но E5 не исключено, что такое изменение структуры не безвыгодно для белых. Давай трубать слона. Не очень хочется в слоне E3 подставляться под конь c4, конечно. В другой стороне именно слон E3 выглядит наиболее натурально тут. Может, как-то в удачной редакции отдать этого слона просто. Или на слоне E3 рискнуть и взять на а7 как-то. Там слон d7, конечно, вряд ли это всё сработает. Ладно, сыграет слон e3, проверю. Виталия на ход конь c4 сыграна практически незамедлительно. Ну ладно, тут есть даже, наверное, ход слон c1. Последить ему конь-то коня через c3 на d5 повести. Фан а7 не исключено, что не проигрывает, но большой радость у меня не вызывает. Прямо говоря. Дядя 8. Ферзи е2. Также коня c4 под напряжением. Да, ну конь b5 уже попал на свою функцию, а конь идёт на d5. Всё, но большую тут радость из-за белых не видно. Ладно, сыграю b3. Чёрного сыграет сильного, сколько нет. Потом может слона b2 поставить. Ладь на c1. Мне кажется, конь на c3 чуть-чуть лучше расположен, чем конь на b6. Я за счёт этого рассчитываю на микроперевес тут. Но Виталий играет в этой партии совсем неплохо. Да, ну фигур мало. Все фигуры чёрных расположены достаточно активно. Не вижу тут оснований для того, чтобы у них были проблемы. Ну, идея тем, что конь на c3 как-то придёт на d5 в вариантах. Точнее вот оказывает небольшое давление на позицию чёрных. Ну, Виталий, видимо, чувствует, что это в некоторых позициях может стать угрозой, поэтому склоняется от размены. Ладно, конь d5. Пожёстче играть. Пытаясь воспользоваться тем фактом, что у чёрных пешки на e5 защищена недостаточно хорошо. Если слон d5, e2, то белый стратегически получишь. Зачёт двух слонов, пешки d проходной. Да, может быть, что-то всё-таки что-то я тут получил. На f6 есть ход d6. Надо играть d6. Хотя можно, конечно, защитить на a2, просто пойти a4. Ну, ладно, не будем с ней связываться. Надо d6. По крайней мере, под такой цветной соперника, я думаю, что это бы крайне тяжело справиться с управлением. Наверное, надо играть на a2, чтобы хоть какую-то контр-игру тут иметь. Возьму тоже на b7. Хочу оставаться без материала. Для d8, ферзь c2. Как-то ферзь идёт на c7. Ладья 1 была угроза. Разглядел угрозу Ладья 1. Виталий убрал ферзя. Но позиция выглядит уже очень плохой. Надо как-то добивать. c7. d7. Ну да, не стоило играть Ладья 1.8. Надо было всё-таки Ладья 1.7 проводить, потому что тут уже всё. Тут уже всё. Да. Ну что ж, 3.4 плюс 2. Тут плохой результат. Алексей довольно легко обыграл, я так понял, что Олега. А вот Фёдор Малькевич играет с Николаем Маеховым. Партия продолжается. Откроем эту партию. Так, почему-то открылась партия Евгения Новика против Фёдора Малькевича. Евгений... Что тут происходит? Вообще не очень понятно. Похоже, какой-то разноцвет с равным количеством материала, но у чёрных опасные проходные. c4, b3. Да, что-то Фёдор довольно сильно играет в этом турнире. Я думаю, что Евгения шансов тут катастрофически мало. Да, d2 это, конечно, абсолютно безграмотно было сыграно, и теперь, наверное, тут ничья. Да, вот у Фёдора есть проблема с реализацией выигранных окончаний, конечно. Хотя, может быть, я взрываю, может быть, король успевает, действительно. Да, но в этом случае, наоборот, абсолютно выиграно. Проще было брать слона, но так тоже выиграно. Поздравляю Фёдор с победой. Фёдор держится в лидирующей группе по-прежнему. 3 из 4. Должен был, наверное, идти на чистом первом месте, если бы не согласился за наличию со мной выигранной позиции. Но бывает. А, нет, прошу прощения. У меня всё правильно, Алексей действительно обыграл Олега. С Дмитрием Грицанком было в партии предыдущей. Посмотрим, как его дадут в следующем туре. Мне очень нравятся такие пасс-паузы между турами. По-моему, в настройках планеты можно было их убрать, потому что они только искусственно затягивают турнир. Играю, да, с Евгением Антонцевым. Не так давно у него ещё не было информации в... В этом... Как его даже назвать? Не знакомый я с такой онлайн-терминологией. Анкетка. Назовём анкетой. Да, это D4. Пробую, наверное, бовушки, если будет C4 сыграно. Да. Славянку приберегу для будущих соперников. B5. 6. Гений думает. Видимо, какой вариант избрать. Надеюсь, что всё-таки будет сыграно БА. Полнокровный Волш-4К. Потому что часто люди играют B6. Получают против меня неплохие позиции. Но это всё-таки не совсем Волш-4К. Характер, вроде бы там иной. Белые думают. Белые думают. Играют Е3. Это интересно. Это всё-таки подготовка. Или... Экспромп. Если Экспромп, то лучше, наверное, сыграть вот этот вариант. Слун Д2 и такая девушка, СБ6. Чёрный играет на БА. БА тоже возможно. Кстати, не знаком с этой позиции. Не совсем понимаю, что тут нужно делать. Знаешь, БА играет редко. Но почему? Не уверен. Может просто пойти с ЛА6 и получить пучную Волш-4К позицию. Слун Д5 тоже была... Тоже заслуживала внимания. Но, мне кажется, так получше. Да, ну Д6. Ладно, тогда не буду уже мудрить. Просто поставлю нормальную Волш-4К. Остановку. И будем пытаться использовать компенсацию. За пешку. Давление по открытым вертикалям. По диагонали Ж7, А1. Причем, я не исключаю, что у Белых тут есть довольно сильный ход Б3. Которого в обычном Волш-4К у них нет. В целом, должно быть довольно выгодно. Поставить заслон на пути СЛА на Ж7. Хотя я один на возгляд ход слишком... Слишком мягкий. Тут у меня уже будет компенсация. Да, ну в основном Д2 обычное развитие. В основном, я не исключено, что я поторопился. Так, хочет ли где-нибудь провести Б4, я не знаю. Может быть, хочет. Да, ну, с другой стороны, можно пусть проводить Б4. Пешка на 3 будет кастрофически слабая. Можно вообще выбить, побить на А1, побить на Д5. Перейти в аншку с равным материалом, в котором... Там более вероятный результат ничья. Хотя, хотя, ну что, она там полученная. Но все-таки это... Наверное, слишком... Слишком мягко. Можно взять страдать Ферст С4. Не размениваем раньше времени фигур. Если она тыкает пешку, скорее всего, получит перевес. По крайней мере, обычно в лошадном рамбите бывает именно так. Конь Д4. Что задумано на Конь Д5? Практический ресурс, я его пока не вижу. Рискнул взять. Еще раз взять. С3, наверное, какой-то. С3 можно просто не менять пару ладий, сыграть или С8. Я не так и сделаю. Слом Б2, К2, Е5. Пойти по ослабленным белым полям. С другой стороны, конечно, у белых есть проходная Б. Возможно, она встанет на относительно укрепленный пункт Б5. Но... Все равно считаю, что у черных уже небольшой перевес. Ферст Д2. Сыграет на Е5. Нет, к сожалению, вот в таком формате с параллельной записью возможности. Возможности еще что-то считать. Думаю, вы успели заметить по предыдущим партиям. По крайней мере, у меня не получается. У особо талантливых шаматистов, наверное, получается. Б5. Сыграю. С4. Хотя, может быть, слишком абстрактно. Что на Е5 задумано? Е4, видимо. Е5, Е4. Да, забавно. Неплохо. Евгений видит эту мелкую тактику. Даже не знаю. Е5, Е4. Ничего там черных не будет. Что вы знаете? Если бы удалось забрать... Без в том, что на Б5 не удалось забрать черный, белый, каленый на С6 и на Е7 лезут. Поэтому, ладно. Повторю позицию разок. Тут уже не буду повторять, конечно. Если не повторять, надо что-то придумать. Пока К1 на С6 не идет. Но нужно сделать какой-то полезный ход. Что ж. Ладно, сыграю там, где бы осень как-то. Буду держать под контролем эту пешку. Возможно так. Но это, видимо, Зевок. По крайней мере, я на конце 4. Ферзе 2. Удивительно. Белый держит все время какая-то краевая тактика. На конце 4 сыграю. Во-первых, не веренч Ферзе 2 будет найдено. Если честно. Но не исключено, что будет. Нет, не на коле Ферзе 2. Ну что ж. Да, видимо, черный сейчас выиграет. Просто за счет большего количества выделяло. Ферзе 5. Это еще вилка. Неудобно защищать все фигуры. Тут просто лишнее качество. Чтобы все по-белому поставить. Да, но комментировать, по большому счету, нечем. Да. Что они, видимо, добьются победы все-таки тут. Уж наверно переходить в першечек, но я не рискну. Я не рискну. Борец Евгений до конца в этой позиции. Что же Ф5. Довольно удивительно. Тут еще надо какую-какую аккуратность проявить. Постепенно короля, конечно, должны отжать. Ф4 сейчас сыграет, эти пешки. Скорее всего, оцепятся. Ну да. Чтобы не было хода слона Ф6. Все равно пытается держаться тут. Евгений, ну ладно, поменяем пешки. Пешка же. Теперь проходные должны решить исход партии. Ну, до последнего ищет шансы. Мой соперник, в общем-то. Честь ему и хвала. Видимо, партия будет продолжаться до мата. Нет, все-таки сдался Евгений. Ну что ж. Алексей тем временем снова легко. А, Алексей обыграл Федора. Но это, вот это, думаю, уже действительно была партия за первое место. Не думаю, что смогу каким-то образом догнать Алексея. Даже если он сделает еще одну ничью. Человека, который набирает больше очков, он уже обыграл. Так что, ну, заочно, заочно, досрочно поздравляю Алексея от победы в турнире. А у нас еще остается 4 тура. Понятно, с кем будет следующая партия. Может быть, с Николаем Ореховым. Или, может быть, с... Да, с Николаем Ореховым. Только почему-то... Почему-то написано, что связь с ним потеряна. Это не очень хорошо. Что и так в турнире довольно мало участников. Если еще кого-то будет выбивать, это неприятно. Ладно, конь в 3. Сделал ход конь в 3. Ну, там, видимо, кала и нет. Поэтому можно отвлечься на какую-нибудь другую партию. Посмотрим, например... Так, ладно, Федора мы видели довольно часто. Посмотрим. Евгения против... Согласно, с Евгением Антонцевым играл только что. Хотя битва... Все-таки, ладно, битва двух Евгения заслуживает внимания. Так, ну тут какой-то королевский гамбит. Точнее, гамбит Муццо с жертвой коня на f3. И что-то мне подсказывает, что... Тот Евгений, который выше званием, Вряд ли позволит этой партии серьезно затянуться. Ну да. Д6. Словно, в 4 я боюсь, что... Атака белых тут практически неотразима. Уже снова в 6 грозит с матом, там, каким-то... Ферзи в 6 не сыграешь из-за е5. Словно, за 4 ход есть, но он, по сути, ничего не дает. Ферзи е3, белый ответит. Ферзи g3 даже. Да, что-то тут атака белых выгодит очень сильно по беду. Ну, конь c3. Будет сыграно. О, кстати, моя партия началась, прошу прощения. Английский еж вернулся. Дали небольшую фору. Ну что ж. До концов, почему бы не проиграть с форой, тем более, что... Пойба тут за спортивный результат, по сути, в турнире уже окончена. Так что особо ничем не риску. 2-0. b3. Ну, а3 сыграю. Может быть, не стоило, потому что черный успеет прорезать а4. Так, это было довольно глупое решение, придется брать теперь. mb4. Ну, тоже своеобразная структура. Достаточно интересная. Все равно попытаюсь играть. Через конь c3, d3. Так, mb6. Защищаю просто пешку на а4. d3 сыграю. Хочу е4 следующим ходом. Возможно. Может быть и нет. Потому что е4, кстати, довольно серьезно прослабит пункт c4. Может быть, не стоит спешить тут с какими-то резкими движениями. Тогда нужно найти какой-то план. Сыграю ферс. Тоже ферс c2 не очень нравится. Сыграю ферс c2. Прежняя пешка а4 под напряжением. Как-то ладится 1. Может быть, стоит ладяев на е1 поставить, чтобы пешка не провисала. Из-за одного шабна снова штрислонж 1 иметь. Соперник меняет слона. Не самое очевидное решение. Е3 ведьма d4 задумано. Ладно. Тогда пока просто сделаю мягкий ход слон g2. Словно g2 стоит лучше, чем на f3. h5 пытается прорезать мой королевский фланг соперник. Ладно. Е4. Наверное, не очень грамотно, но... Не видел я разумного плана другого. Де собрать бить конем. А, но де не сыграю. На f4. Видимо, просто на d4 шаг. Потому что белым должно быть выгодно такое вскрытие. Какой-нибудь cd может просто конь a4, слон b2, конь b6. Конь a4, слон e5. Вводи бы можно. 4, слон b2, конь b6. Я все же помню. Садим. Попробую. Конь a4. 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 Все это че да и сыграно. В общем-то вполне возможный ход. Теперь надо понять, в каком именно порядке исполнять все эти взятия. Наверное, надо брать тут. А, кстати, я немножко подзабыл о том неприятном моменте, что очень мало времени на часах у меня. Как, в общем-то, обычно бывает в этом турнире. Ну, должен быть небольшой перевес, но... Будется, к сожалению, отвлекаться на комментирование. Ладно, так пойду. Не буду пока спешить с разменом на f6. Может быть стоило, и надо было просто уже убегать на ничью. Позиция у белых неплохая. Времени совсем нет. Ладея е1, да. На-на-на. Потому что и позиция не такая хорошая. Сейчас начнет приставать к пешкам. Ну, сыграю так. Ничего мне не нравится, конечно, отход. Ладея b3 там можно было сыграть сразу. Сначала проверять позицию. Ну, а тут белым предстоит жесткая боевая за ничью, конечно. Несколько она будет успешной, пока не понятно. Ну, может быть и нет. Может быть белые достаточно комфортно стоят и... Должны удержаться без проблем. Ну да, тут не стоило пропускать, конечно. Да, тут черных опять получше. Из-за злодея до 1 там какой-то конь куда-то лезет сразу. 97. Шахму придется закрыться, времени совсем нет. Короче, вот, пешку отдаю. Вероник невероятный. Ладно, играю сюда. Времени совсем-то мне было бы ждать буквально секунды. Бью, не успеваю побить, просрачиваю время. Ну, английскому ежу. Сколько помню, Николай Эхов, спасибо за партию. Партия интересная. А я, к сожалению, не могу держать флаг с параллельным комментированием. На те времена Алексей играет против Виталия Ермолинг. Кстати, очень интересная позиция у Виталия. Я хотел сказать, что есть компенсация. На самом деле, конечно, у Виталия нет компенсации. И поюз, что такое он не удержит. С4. Ладно, фигзем не бить и мат не получить. Ну, кстати, кое-какие шансы есть у Виталия. К сожалению, он не очень хорошо держит время. Надевает фигуру. Ну, да, тут уже все закончено. Да, кстати, Николай Эхов в то время меня догнал. Представит довольно жесткая борьба за второе место. Меня тут зазывают в команды, но, пожалуй, откажусь. После этого турнира я, скорее всего, довольно сильно устану. До этого пробовал только шеституровые швейцарки комментировать и играть одновременно. А вот именно в таком фарате получается, как вы видите, совсем плохо. Ну ничего, шансы на тройку прежнего довольно большие. Сейчас, я думаю, что будет партия с Евгением Новиковым. Шахмат-канал. Может быть, с Сергеем Аксюдовым. Почему-то, думаю, одно из двух. Да, Сергей Аксюдов. Играют черными. Вот давно не играл с Сергеем, не помню, какой он дебют избирает чаще всего. Но посмотрим. Пусть будет Сицилиана на Гамбитмора. Хорошо. Принимать его, конечно, там, какой-то немножко странный на Гамбитмора. Пробую дешить. Вот сейчас предложить его не получится, и придется Сергею идти этим вариантом Альдрофа. Потому что вот эти вот схемы не очень опасны для черных. Черные успевают прицепиться к пешке Е4 сразу. Закончили шесть. Тут не очень все удачно. Е6. Пытается провести Сергей Е5. Наверное, довольно жестко этому воспрепятствую. Да, если белый прогонит коня, он, конечно, перейдет на Е5. Просто Б3. Немножко странно ход выглядит. Нет ли у меня В5? Ответом. Сыграю В5. В основном Д3 просто будет, да. В7. Альдрофа. Ну да. Уни-Е5. Постук Уни-Е5. Бизнес тоже неплохая позиция, но больших проблем перед черным это все не ставит. Уни-Е5. Ну да. Ну да. Ну да. Стандартная игра с обеих сторон. Мне кажется, что у черных уже есть небольшой перевес за счет более гармоничного расположения фигуры. Конечно, вся борьба впереди в партии. Прямо же в белом пора выбивать уже этого коня. Терпеть его бесконечно невозможно. Не до конца, наверное, черным следует брать в ответ. На самом деле, возможны все три взятия. Наверное, даже все три они неплохи. Может быть, слоном попил, на самом деле. Так. С4. С4. Довольно неожиданный ход. Что если взять? Взять. Конь Е5. УБЦ потом как-то. Вот здесь структура получше будет. Конь Е5. Ну да. Может, не стоит брать на Д3 сразу. Поистился какой-то идеей тут Д5 протолкнуть быстрее. Но, гладя Д3, явно удачный ход. Зевок. Лишняя пешка, конечно, должна сказаться. Уже 6. Ну да. По сути, нечувствительный перевес. По идее, если я сильно по времени проседать, как обычно, не буду. То больших проблем тут подникнуть не должно. Надо постараться, чтобы хотя бы отчасти не провалить турнир, надо постараться остаться в рейтинговой категории 3200+. И не ломать шахматную планету. Теперь не знаю, как вернуть на место. Разумеется. Да. Наверное, вот так. Тут дает ладью Сергей. Не самое назначенное решение. У меня атаки за белых тут прямой не видно. И... Да. Сергей сдается. Спасибо за партию. Что происходит у нас в турнирном положении. Кстати, очень важна для моего второго места партия Николая Орехова против шахмат-канала. Ну, и Евгения Новикова явный... Ну, не явный, но небольшой перевес, я думаю, есть черный. Может быть, хочет провести Е5. Обычно это не самое выгодное... Выгодное продвижение, но... Тут у белых явно не хватает координации. Кстати, еще ход ферзь Ф6 предотвращает... Идею Е4. Наверное, предотвращает. Может быть и нет, кстати, да. Е4 сыграно. Ну, вызывает у меня большие сомнения все равно это все. Почему нельзя взять, например, сначала на Е4, а потом на Д4? Или на А4, где дадут? Или вообще взять на Д4 сразу? Что там на Е5 же будет ход ферзь Ф4. Немножко странно. Задумал с этим временем Евгений. Взял на Д4, наверное, грамотное решение. Может быть, даже сильнее, чем... ДЕ сразу. Да, тут ферзь на Е4 приходит, и у белых нет ни пешки, ни компенсации. Все фигуры ужасные. На мой взгляд, исход этой партии практически решен уже. Взял на Д1 какие-то попытки отыграть на Д5, но... Даже если там отыграется, все равно черных слишком... Слишком все хорошо стоит. Взял на Д1, я бы тут пошел практически не думая. Белые, видимо, просто не удержат короля. Да, Взял на Д1 сыгран. В хорошем стиле. Евгений добивает. Вот так, ДЦ5. Ну, задумался. Задумался Евгений. Кстати, довольно мало у него времени. Не очень понятно, почему ЛД1 не сыграть просто, да. Какой-нибудь основной Е3 приходит или на Ж3. Ферзя убрать, кажется, нельзя из-за какого-нибудь Ферзь Е3, да. Ферзь Ф2 вроде пока держит сюда. Прятая-то надолго, конечно. Можно, в крайнем случае, просто сбить на Ф2. Сыграть ладья А2, сбить на А4, и там, следом падает на Ж2. Может быть, это самое простое решение. Кстати, мне не очень нравится то, что сейчас избрал Евгений, потому что времени-то маловато. А вдруг не удастся съесть коня. Конечно, у белыми тоже играть очень тяжело тут. Конь Е3 угроза. Прежнему на месте. Преимущество по времени у белых тает. Да, я бы Е6 тоже сыграл. А микро-ловушка подграживает Ферзь Б2. Может в черный просто Ф6 пойти, да. Перед белыми стоят все те же самые проблемы в полный рост. Ладятся в С7. Ну, не думаю, что это достаточная контр-регра. Можно просто конь Е3 играть. Можно идти матовать конь Ж3 с той же идеей. Вероятно, возможно, все равно. В С7. Не самое, конечно, приятное занятие это бегать от белой ладьи, но кажется, что черные все-таки в итоге победят. Не, ну тут мат 2 хода. Мат 2 хода интересная концовка. Евгения поздравляю с победой. Он увеличивает мои шансы на второе место. Хотя еще предстоит личная встреча, перебой. Алексей, кажется, уже даже математически, а нет, математически еще не обеспечил себе победу в этом турнире, но думаю, что, откровенно говоря, шансы весьма и весьма велики. У меня осталось два серьезных соперника, Дмитрий Гриценко и Шахмат-канал. Оба отстают от меня на пол очка. Там где все еще возможно вылететь не только из двойки, но и из тройки и из четверки. Федор, несмотря на хорошее начало, постепенно начинает проваливаться в глубину перетона. Уже показывает на данный момент результат минус один. Поехали. Дмитрий Гриценко. Достаточно популярный видеоблогер на ютубе. Интересно, что он играет белыми. Е4. Ну, пусть будет социалянка. Я уверен ей в этом турнире. Взяли. У меня Ф6. Д5. А, ну вот этот вариант СРД4. Довольно опасный для черных, кстати. Довольно часто против меня и выиграет Платон Гальперин. С переменным успехом. Но вариант интересный. ФС7. Хочу сыграть Б5 после этого. С4. Я всегда думал, что С4 сразу не очень выгодно. Может быть, ошибался на самом деле. Да, наверное, на трех как бы Платон Гальперин. Ну... Почему же вот так никто не играет белыми? Это не самое приятное занятие. Размышлять о дебюте в самом начале Блиц партии. Ну, ладно. Снова 4 шаг дам. Ну, во дело, что я не совсем вижу. Что мне это дает на самом деле? Может быть, вот в этой позиции надо было как-то использовать тот факт, что слон на С1 вариантах провисает. Но я не видел как. Угу. 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 Да, но если сейчас поменять станок, то у белых будет. Чиньчиньчинь, неперевес. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Коня на Ж6 с темпом хотя бы отведу. А, коня на Ж6 с темпом хотя бы отведу. Попешка на Е5 будет чуть-чуть провисать. Нафиг взять им. Можно взять и конь Ж6 сыграть. На Е5 такое ощущение же повиснет все-таки. Возьму, конь Ж6. Стэд обьет, и пешку у черных не будет. Такая плохая позиция. Белые, видимо, должны брать, что делать. Да, конь Ж6. Сейчас, наверное, последует в одной из вариаций жертвы этой пешки. Ладно. Е5 надо брать. Иначе вообще не понятно, зачем это все было сделано. Роль-Б1 просто. Ну, откровенно говоря, сомневаюсь, что у белых здесь абсолютно достаточная компенсация, но посмотрим. Я чуть-чуть проседаю по времени. Я уже 5. 2 0. Угу. Угу. Да. Аж 5. 6. Не выглядит так уж опасно. Хотя, ну, определенная компенсация, конечно, белых тут присутствует за пожертвованную пешку. Конь Цена Е5. Угу. Конь Цена Е5. Субтитры. Либо было просто зевнуто, либо там какая-то идея, которую я не вижу. Ладно, понижение 4 сыраю. Наши опуску не три, по-моему. Все держит. Да, ну, заберу. Две лишние пешки. Должна быть неплохая позиция Черных Ферст на Е1 явно не способствует какой-то сильной атаке Пытаюсь поменять ферзей, конечно Но, конечно, ферст на Е1 расположит плохо Размен ферзей тут практически обеспечит черным победу Ну, вот, не останется активных идей Ну, а как-то искусственно не допускать его Причем конь Е2 выглядит очень коррелло Все-таки так сыграно Т5, что ли, пойти Сыграла ДЦ8 просто В 4, это ферзь Ф6 Следующий ход, но если она отходка не от Д2 Просто Д5 хотел делать Хотя, можно даже рассматривать и взять РЦ4 Ну, так не сыграно, сыграно ферзь Ф3 Может быть сильнее Ну, конь на Ж4, наверное, не помешает Может прийти на Е3, можно взять на С4 Можно сыграно Д5, можно дать шах на Е4 В общем, выбор довольно богатый Надо дать шах на Е4 Король 1, конь Е3 Да, я убила тут проблема, конечно Довольно серьезная На ЛДЦ1 Можно просто забрать качество Какая-то активность есть, но ее явно Явно недостаточно Ферзь Ф3, но мат в один ход взывать не стоит Да Вроде бы можно ферзь Ф6 пойти Конь Ф4, просто ферзь Ф4 Ну да Что-то грозят матом раньше А следующий ход, конь Ж5 Защищаясь от всех угроз Ну да, конь Ж5 Это дело вообще, надо убирать ферзя куда-то На ферзевый фланг Чтоб все поля на королевском фланге заняты Проседаю по времени, но, наверное, в этой партии Это уже не будет так страшно Так, кто знает Кто знает Так, Ж5, конь Ж5 защищает пешку Е6 Значит, Д5 играть, кажется, можно Ну, СД нет хода никогда из-за ферзь С1 А ЛДЦ1 Белый, надо искать что-то другое Взяли Ну да Теперь Так, ну так, просто конец забрал И все заканчивается Нужно ожидал тут Дмитрия сдачи Но он явно будет бороться до конца 5 Ферзей С7, просто С3 Ну так тоже С3 Черные явно добираются до короля Очень быстро Ну да, сдался Дмитрий Остался последний тур Мне кажется, с турнирным положением все практически понятно Очень, кстати, все партии Алексея затягиваются Посмотрим, что сейчас происходит Снова он имеет, наверное, выигранную позицию Ну да, держи 5 и просто пешка падает Да, тут снова все понятно Теперь, я думаю, Алексея уже можно поздравить с математически обеспеченной победой в этом турнире А вот за второе место, возможно, еще будет борьба Евгений Новиков Играет с Сергеем Аксюзовым Имеет ужасную позицию, откровенно говоря Но Сергей Напряженно думает Вообще, если будет так думать, то просрочит время В итоге просрочил время Евгений Ну, я понимаю, почему Евгений продумал тут аж 3 секунды так и не сделал хода Вот этот онлайн-комментарий, он действительно сильно мешает Ну, значит, ваш комментатор обеспечил себе второе место в этом турнире И последняя партия против Евгения будет носить чисто дружеский характер Еще играется партия Малькевича и Ермоленко Или Ермоленко Да, Малькевич и Ермоленко У обоих спирников очень мало времени на часах Черных, конечно, большой перевес Тут, наверное, выигранная позиция Пешка Б просто идет в ферзи Правда, почему-то Виталий ее не вел в ферзи И в итоге тоже уронил флаг Ну, вот насчет огромного количества флажков Которые упали в позициях, в которых при другом обстоятельстве Сделано очень много ходов Я обращаюсь к Евгению Что, безусловно, попробовать вот эту вот идею с записью турнира стоило Но она не работает Откоренно говоря, не работает Слишком много партий заканчиваются незакономерным результатом Из-за того, что просто человек должен что-то говорить и держать флаг А, ну, большинство людей не умеют заниматься двумя делами одновременно Ну, в частности, я Теперь не остался последний тур, действительно Скоро начнется обратный отсчет Играя белыми Против Евгения Я говорю, партия спортивного значения не имеет Но, тем не менее, Евгений сильный шхватист Сыграть с ним всегда приятно Ну, и, конечно, попробую 9-3 Да, конь f3 М2 Ну, распространенный вариант На самом деле, я думал Честно, не ожидал от Евгения, что он будет вообще идти на какие-то теоретические позиции Но оказалось, что все-таки пошел Не верен, что конь c3 самая точная Может быть, лучше было сыграть ферзь е2 сначала Ну, ладно, не суть На c5 можно взять, на d5 можно не спешить с этим ходом Ладно, ферзь е2, просто ставлю ладьи по центру И вот по рекомендации одного румынского гроссмейстера Играю в этой позиции на провод d4 На dc Такое спорное решение Здесь надо уже играть c5 Играть вот эту позицию потом с всячими пешками На d4 нам сразу не стоит за cd и dfc7 Вот как-то недавно я попал Под похожую идею А тут можно хоть b5 И ферзь b8 d4 У меня не повисает на c4 Я надеюсь на это А6, до конца 3, ферзь c7 Я не думал, что будет цик, она хотя ход заслуживает нема Ферзь е8 Ну d5 На ed задуманно ферзь е7, очевидно На конца c5 Логично Попробую придавить на e6 еще сильнее Хотя теперь, кстати, связка-то обоюдная Потому что я тоже не могу брать на e6 сразу и заслон g2 Но другое дело, что у белых может быть есть дополнительная идея Сыграть конь c6 В каких-то позициях Посмотрим по ситуации Я, по черному, наверное, сделал бы ход ладяев на e8 Всегда полезен Защитить слона уже Подграживать будет едра Не исключено, что мне придется играть конь c6 Но я не уверен, что там у белых большой перевес Евгений задумался Кстати, как ни странно У меня с ним довольно большой сейчас перевес по времени Видимо, потому что я уже полностью расслаблен Турнир провален Так что Ну, в общем, прям посредине этих размышлений Евгений, видимо, дает понять, что я что-то взвернул тут И ферзи 7 по каким-то причинам играть нельзя Я, конечно, пока не очень понимаю, по каким То есть, в крайнем случае, белые могут отскочить Они могут сыграть cd И, вроде бы, ничего страшного не будет Но что на ферзи 7? Коль d3 какой-то, наверное Любопытно Не выглядит очень хорошо, да? Черный Надо обратно на e7 Там может еще Просто ладей e8 Хорошо Что на ферзи 6? Проверим Тут, наверное, d3 А, нет, d3 не сыграл Просто Евгений играет на позиционную компенсацию за фигуру Выглядит спорно, но Ничего не бывало Как говорится Может быть, она тут и есть Может быть, она тут и есть Слон h3 или слон b7 Слон h3 Слон h3 и ладья d8 Ферз b6 Конь d3 Конь d3 Конь f5 Интересно Ну, ладно Сиграю повеселее Слон h3 Не вижу тут, как я проигрываю Как я выигрываю Я тоже не вижу Так что Все, неплохо Конь d3 есть хода Возьму С8 Наверное Так что Ожидают ответы ладья d8 Ферз b6 Конь d3 Может быть, конь f5 Просто отдать эту ладью И там Белым попытаться Попротаковать на короля Почему мне попробовать? Задумался Евгений Есть ощущение, что он все-таки подумает И сыграет Как-то Я уже дал конь d3 Конь d4 Вообще, какой-то непонятный ход Тут то, что задумано Да Крайне любопытно Что, если, например, взять на b6 Просто сразу Конь d5 какой-то А, конь d5 Надо быть аккуратным Кстати, с этим ходом Можно Обязательно Взять на e4 В f4 Можно сразу пойти Ладно, с график З f4 Нет, у меня тут полная уверенность Уже все будет нормально Ну, должно быть, конечно А, g5 сыграло Ну, да, любопытно Сбросить для веселья Ферзя, что ли еще Давайте попробуем Почему бы и нет Почему бы и нет Беру ферзя То есть, просто отдаю ферзя Братни его, вряд ли дадут Тут просто конь f5 я хотел Может здесь что-то сильнее Пробую конь f5 Чурлим тоже не так легко Эту позицию защищать На флажке c3 сыграть можно Будет просто ладья c3 Так кажется мат Конь d7 и конь h6 Да, забавная концовка Конечно, на распределение мест Навряд ли как-то повлияет Но, тем не менее Спасибо Евгению за партию Ну, Алексей, в общем-то Подтвердил свой высокий класс И, видимо, умение комментировать Собственный блиц Крайне уверенно Разобрался со всеми соперниками То есть, даже Даже если бы я довел бы до победы И ту выигранную позицию Против него Не смогла бы мне обеспечить Победы в турнире С другой стороны Второе место занято Очень комфортно Если сейчас Дмитрий Гриценко Обыграет Виталия Ермоленко То он Будет отставать на полтора очка Но, кстати, вряд ли он его обыграет Последняя партия в турнире играется Личная пешка у белых Объективно Должен быть выигрыш В этом ферзовом менеджменте Единственное, что я заметил Что Виталий плохо держит флаг Может ему это помешать С такой стороны У черных донает Еще меньше времени, чем у белых Как-то Виталий пытается Протолкнуть эти пешки вперед В b5 можно сыграть Так, никаких показаний Так, так, как с c7 В общем, Виталий побеждает Кстати, довольно высокое место Занимает сам в этом турнире Очень хорошо его провел Виталий Ермоленко варировать Набирает 4 очка Догоняет, в частности Федора Мальхевича Кстати, констант ставится на восьмом месте По коэффициенту все равно Тем не менее Плотный турнир Звучит результаты Восемь с половиной из девяти Уверенное первое место Занял мастер Украины Алексей Яровинский Второе место занял я Третье место Федор Мальхевич Который под конец снова Очухался и Закончил турнир хорошо На четвертом месте Английский Ёж Николай Орехов Который довольно успешно Играл против меня И в итоге выиграл партию Пятое место Евгений Новиков Шахмат-канал Шестое место Дмитрий Греценко Седьмое место Олег Соломаха Восьмой Виталий Ермоленко Девятый Сергей Аксюзов И Десятый Действительно Евгений Антонцев Который набрал Такие свое Чуко в этом турнире Так что Все, в общем-то Остались довольны Единственное предложение Евгению Новикова Если вдруг он посмотрит Это видео Все-таки отменить Довольно глупое правило Про Запись своих партий Оно Привело В ряде случаев К совершенно Незаконаверным результатам Ну в любом случае Ему спасибо за Проведение этого турнира За его рекламу Довольно сильный Турнир Сильный состав В этом турнире собрался В случае Если будет отменено Правило с Записью экрана Точнее не записью экрана А с записью Голоса Экран так как раз Записывать не против То Сиграю Снова С большим удовольствием Всем спасибо за внимание Для вас комментировал Играл Никита Петров В четвертом турнире Видеоблогеров Еще раз Поздравления Алексею